Это люди сидят, рассказывают, что такое в ожидании, что будет счастье. А с другой стороны, что вроде бы это том, Сойер, Лек Белефин, который рассказывал, как он фигню. А есть еще при этом Мэри, старшая сестра, или некая Джим, которые старшие, они как бы их получают. Вот нечто такое, в стиле якобы Вербатима, потому что все, что они говорят, было в жизни. Вот эта история была не сложена. Оказалось, что это, при всем при том, что это было совсем не то, что заказывал автор, но это именно то, что заказывал режиссер, то, что он хотел. То, что было ему нужно. А дальше возникли все те проблемы, о которых я говорил в предыдущей истории. И вот освоение этих проблем, подход к тексту, пристройки, вхождение в глубину этих персонажей, контактов между ними, понимание, что эти котята, вороненок, вороненка, вернее, скажем так, робот, это маски, на самом деле это подростки. Вот все это примерно, но будет представлено, конечно, не репетиции буквально, но вот опыт первого подхода будет сейчас вам пристроиться. Затем, может быть, поговорим о том, что это такое. Что еще можно добавить к этому? При том, что речь шла о юных актерах, песня написана так, чтобы ее могли играть как студийцы, как в профессиональные театры. И были здесь несколько пластов, связанных с возможностью углубляться как можно дальше. И поэтому название «Кошка-пляс» имеет двойной смысл. Но автором принесло это. «Кошка-пляс» — это и пляска, это и вечное болтание людей на юру этого мира, и пляс — это площадь, место, тот самый юр, на котором этот мир находится. Сергей, я тебя заставляю, на территории снова. «Кошка-пляс» — это практически самое начало истории. «Кошка-пляс» — это происходит. Начинается вся история с хорошей такой потасовки, после которой, собственно, они соприкасаются, скажем так. Вот. Потасовки все участвовали, и вышли из нее с какими-то небольшими потерями. Ну, это, в общем, сейчас, это уже неважно, я просто рассказываю, чтобы было как-то были немножко в курсе происходящего. Вот. И идет то, что называется, прощипыванием друг другу, узнаванием и так далее. Вот. Значит, сразу я хочу сказать по композиции, что пьеса поделена не автором уже мной. Это вот к вопросу о том, что обсуждали, как текст трансформируется. Вот. Пьеса поделена на эпизоды. Вот. И эпизоды, в некотором смысле, имеют законченный вид. То есть, скажем так, каждый эпизод развивается целиком по закону. Сначала он там, с всеми дыргами, с разведкой. Вот. Несмотря на свою длину. Вот. В известном смысле в этом кроется некоторые особенности и большинства взрослых загадка подросткового существования. Потому что мы хотим от них некоторой стабильности, объема, а их жизнь поделена на достаточно мелкие фрагменты. И вот эта вот поделенность, она с одной стороны помогает быть. Как бы сказать, в соответствии находиться с окружающей обстановкой. Потому что окружающие обстановки все время какие-то коррективы уносят свои. С другой стороны, это квантовость, что ли. Она позволяет не нагружать очень силю психи. Это так, это немножко из физиологии и психологии возраста. Вот. Просто, чтобы понятно было, почему такие маленькие кусочки. Вот. Мы сейчас попробуем на ваших глазах попытаться сделать небольшую репетицию. Вот. Вы, так сказать, имеете снисхождение, потому что процесс интимный. И на людях он всегда, так сказать, может протекать адекватно. Итак, текст. Ворона. А, да. Заря-то ушел из такого классного места. Выгнали, небось. Второй котенок. Мой хозяин, мальчишка еще, прям как я. Все хочется поиметь. Мало ему меня и своих домашних самопальных роботов. Он конючил, 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 конючил. Руки передвигаешь сам мыло. Даже посуду после. Неслабо, да. И пол подметалл. В школе не выпендривался и на людях не курил. Короче, внижался, как мог. И выпросил родителей морского свина. И этот мир, морской хаврон, вызвал меня из родного дома. Ворон. Тебя, кашару, домашнего тигра. Этот трусливый грызун. Второй котенок. Он тупой и наглый. Первый. Я давно заметил, все тупые наглые. А все наглые, тупые. Второй котенок. Вот. Клетку с этим морским свинтусом поставили в самый теплый угол. Там, где труба отопления. Клетка большущая. И мне полюбилось на ней лежать. А дверцу никогда не запирали. Вороны. И как же это твои лежебокие замашки связаны с открытой дверцей? Второй. А лежу я это вот, вот так вот развалившись на крыше клетки. Первый. Да, мы матерый кошар, любим валяться на крыше. Второй. Вот. Ты рубишь фишку. Ворона. Ага. И орете там, будто с вашей землей раздирают шкуру. Второй. Не, я не орал. Я на спине так вот развалюсь, лапы в стороны. Голова запрокинута. Змурюсь. А хвост, посмотрите, какой у меня хвостяра. Он вот так не свисает и качается. Качается. Туда. Сюда. Первый. И чё? И я так могу. Любой кошку своим хвостом так может. Второй. Да тут-то подо мной морской свинёна. Он вылазил из дверцы. Вставал на задние лапы. И давайте рябить зубами мой хвост. Мацый ты, мацый. И как же больно щиплется. Зубы-то у него как бритвы. Ворона. Не, ну за такие понты. Я бы на месте его пришибла. Второй. А мне его жалко. Свой же член семьи. Ворона. Офигли. Всё равно надо долбануть. Я всех на стрёме держу. Чтоб все знали своё место. На расстоянии безопасности. Иначе покоя ни от кого не будет. Второй. А я вот чё-то так не люблю. Ворона. Короче, выжил тебя новый жрец из родного. Гнезда. Следующий эпизод. Второй. Нет. Я понарошку смылся. Я так часто делаю. Первый. А нафиг. Если тебе у них по шкуре от добра-добра. Второй. А я так проверяю чувства у моего пацана. Сбегу, а он через какое-то время заскучает, застремается. Идёт меня искать. Тут главное не пережать. Прятаться так, чтобы быстро нашёл. Пока скучает и не забыл. И думает, будто сам виноват в моём бегстве. Тогда он так радуется, когда меня находит. Так меня утешает. Вместе с родителями. Так потом вокруг меня танцует. Ворона кайф. Хотя не все двуногие поддаются дрессировке. Первый. Это да. Но если признают животину за свою. Ворону. Как это? Членом семьи, что ли? Второй. Вроде того. Ворона. А тебе-то, бродяги, какая радость. Первый. Двумаги свои собственные защищают. Круто. Второй. Вот же. Ворона. Ой-ой-ой. Первый. Надо бы теперь в хвосте проредить. Ворона. Ой-ой-ой-ой разбежался. То есть визот закончился. Тут мы заметили, да? Каждый раз все это вот. Как мне дают. Ну, если помню, да? Что у нас все развивается по спирали. И так далее, и так далее. То все как бы на месте. Значит, что было перед этими визотами, да? Помним. Помним. Что было перед этим визотами? Ну. Сначала было драко, потом... Нет, вот прям перед этим визотами. После чего. Четвертый визот. Ну, это мечта была, а потом это... Четвертый визот. Не четвертый визот. Надо когда это... О, 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 о. Да. Ну, Ворона в четвертом в эпизоде, мы это не будем показывать, это было. Ворона в четвертом в эпизоде, он сказан в том смысле, что очень хорошее дело, это усать в проводочке, в роботах и в компьютерах. Там слабый ток, и от него происходит некоторое завихрение в голове, которое ей очень нравится. И вот от этого завихрения она обалдеет. Поэтому, знаете, сами, что наркоманы, они этим отличаются, что они все время ищут соратников по своему удовольствию. И она, наверное, тоже захотела их собратить на путь истинный, но у них не совпадает физиология. И для котенка, он там высказывается, что если я только царапнул эти провода, мне так долбануло, что у меня уже ничего не надо было. Вот. И на этом основании они пытаются эту ворону вернуть к нормальным людям, а тут как раз ничего не получается, и она бы наоборот хотела укрепиться в этом своем грехе. Вот. И, следовательно, найти способ иметь это постоянно и беспрепятственно. А единственный способ это иметь, это что? Попасть к этому. Это что? Попасть к этому человеку, где этих роботов тьма. Вот. Значит, у нее что? Чего ей надо? Чего ей надо? В дом попасть. В дом попасть. А как она в дом попадет? Через садового. Со вторым котелком. Значит, ей нужно всячески, да, что... Соблазнение. Ну, это уж больно круто соблазнять. Но, скажем так, скажем так, не отпускать его от себя далеко, да? Вот. А как можно не отпускать? Мы все знаем, да, Поль? Можно руками держать, а можно... Слава. А еще? Ну, если я ухожу и не ухожу, это из этой оперы? Да. Вот. Понятно, да? Значит, она зря ушла из этого места, выкинули небось. Уходит, но... Ну, не уходит, да? Но уходит, понимаешь? Чтобы у него не было сомнений, что она сейчас уйдет. И еще что добавляется, кроме того, что она уходит? Я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Так что же надо сделать, чтобы у тебя прощение... Слава Богу. Значит, нужно тут всем показывать, какие вы вообще тут все свиньи. Понятно, нет? Это понятно, да? Тогда у тебя будет точное выполнение. Теперь с тобой, Никита. Что у него? Он за этого? Ну, вот. Он только что оклемался. Да? Ай, ай. Ай, мечта туда-сюда. Тут теперь наркомания. Это уходит. Этот за ней дергается. Вот она ему нужна? Вот сейчас? Нет. Даже при условии, да, что она наркоманка, и там бедный, несчастный сейчас пропадет, но она ему все равно не нужна. Понятно, да? Значит, и, соответственно, он... Что он будет делать? Что он будет делать? Кого он останавливает? Кого он будет останавливать? А, его. Все. Нафиг она нам? Ну, пусть валится со своими этими кнопками и проводами. Пусть ищет эти провода где хочет. Понятно, да? Но, если она остается, да, то она что? Все равно... Все равно она с нами. Да. Понятно, да? Значит, еще раз. Что он делает? Останавливает. Что он делает вообще вот? А, изучите. По жизни. Он, да, он исследователь. Вот столько изучите, сколько исследователь. Тут, 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 тут. Этот что? Этот что? Осваивает. Осваивает, да? Причем пропуская участок исследования. Понятно. Да, значит, вот этот вот... Это должно в каждом повороте-развороте сквозить. Я исследую, поэтому я осторожно все делаю. Если я к кому-то что-то подхожу и говорю, если я на кого-то возмущаюсь, то я все равно это делаю аккуратно. А если я осваиваю... Вот так, что-то у вас тут? Та-ну-ка, что-то тут стоит? Я осваиваю. А это что делает? Устроит. А это что делает? Реисваивает. Реисваивает, да? Значит, она и изучать ей не надо. И это она что-нибудь маленькое получила тут же. Так, раз, в карман. Так, еще что тут есть? Так, о-о-о-о-о. Все пошло. Понятно? Все. Человека взяла, да? И с человеком уже сразу делает... Что? Вот если я присвоил человека себе, то я что с ним делаю? Да, и строю в том числе. То есть я начинаю им что? Управлять. Понятно, Поля? Через все, вот в том числе... Поля, Поля, в том числе и через уход. Я ухожу, но я ухожу так, чтобы он... Я его себе уже присвоил. Не спрощайся, он так бы и ни с нам не духом. Он даже не знает, что ты ему себе присвоил. А ты уже вся решила за него. Понятно, да? Так, значит, текст у вас есть. Все это у нас, в принципе, разобрано. Сейчас мы все это запомним. Поехали, значит. Идем, по ходу будем корректироваться. Поехали. Значит, стулья убираем. Отможем даже и не трогать. Вы просто их сдвиньте. И вообще от них нам хватит. Вот от этих вот золотистых кулис, да, вот линии. Дальше не заходим. Вот, да, 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 да. Да, 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 да. Зря ты ушел в такой... Тя-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Ты же здорово, золотко мое. Как это вот, как это вот так вот уйти? Чтобы сразу зацепить его. Вот, как вот... Ну, как, как, так далее. Зря ты ушел. Так, отлично. Только почему ты все время уходишь куда-то от зрителя, туда все и прячешься. А потом вспомни, в центре предыдущего и только что тут все обещали, что плохо проводочки трогать, что это ломка, что это... И он сам царапал их и рядом находится, и не пользуется. Это чудо. Вот это чудо надо изучать. Да, вот давай я еще проход вот сделаю. Вот отсюда, да? Где была? Где была? Где ты тут? Вот так она была. Вот. Пошли. Пошла на него. Ну-ка отодвини его сразу. Зай. Оль, точно делай. Оценки не пропускает. Если ты проходишь мимо, да, вот его, зачем ты его отодвигаешь? Надо его. Да, вот этого надо отодвинуть. А поскольку этого двигать не надо, то лучше этого отодвинуть. А почему? Почему лучше не отодвинуть не этого, а вот этого? Потому что она идет в цепи... Вот если я тебя беру... А если я, например, Галину Васильевну отодвину ради этого, что, что, целесообразнее? Мне тебя взять или Галину Васильевну отодвинуть? Все. Все очень просто. Не мудри. Не перемудри. Поехали. Пошла-пошла. Отодвигай, отодвигай, отодвигай. Дядя. Ну да отодвигай, не бойся ты его. Уел-то палец. О, иди смотри. Иди смотри. Ну что ты? Вот они пропустили. У тебя там сковородка чугунная, что ли, подвязана? Тяжело стоять? Стой. Стой, 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 стой. Поленька, если я присваиваю, то я не буду вот так вот. Понимаешь? Нет. Это элементарные же вещи. Да, если я присваиваю, то... Ну вот это же да. Все, вот я присваиваю. Я сейчас буду с ним разбираться. Так, ты сейчас пойдешь и обеспечишь мне проводочков, а все оставшуюся жизнь. Понимаешь? Вот что такое присваиваю. И когда будет чем сопротивляться тебе золотая. Давай. Пошла. Вот теперь смотри на это чудо. Это что за чудо? Зря ты ушел из такого классного места. Выкинули... Поленька, ну нельзя ходить за ним. Ну вот, 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 ну вот ты... Давай еще раз. Зря ты ушел, пошла. Зря ты ушел из такого классного места. Выкинули его все. Все отлично, Поленька. Ну вот только вот смотри. Для того, чтобы за тобой пошли, надо крепче обижать. Да? Вот это вот рукой вот так махнуть, это одно. А если... То есть другое. Зря ты ушел из такого классного места. Выкинули его все. Нет! Мой хозяин! Чего ты растерялся тебе? Чего растерялся? Ничего. Отсиний, золотой, не слышишь? Мы здесь. Вот на этом вот, этом вот. Там мне уже сделали это, подборку слайдов, такие классные стенки обшарпанные будут. Понимаешь? Вот мы здесь, возле этой обшарпанной стенки. Мы не тупо на этом приличном полу. Понимаешь? Ну давай, погружайся, погружайся. Тьфу! Тьфу! Вот так рукой махать! Точнее, золотые мои, точнее. Ничего не пропускайте. Поехали. Зря ты ушел из такого классного места. Выкинули его все. Нет! Мой хозяин, мальчишка же еще. Прям как я. Все ему... А разве... Ну, подождите, секундочку. А разве мы будем поворачиваться так быстро? Ну так вот, что ты торопишься? Поехали, поехали дальше. Прям как я. Все хочется поиметь. Мало ему меня и своих самопальных роботов. Ну ты какая любопытная девочка. Ну подожди ты, подожди. Подожди ты, поворачивайся. Ну куда ты летишь? Ну да дай себе хотя бы время услышь. Оцени. Зацепил ты его или нет? Сработал или нет? Понимаешь? И теперь все-таки, вот хороший мой, вот так вот, тебе за тобой никто не пойдет. Вот так вот. Не жди. Никого не пойдет. И не Жанна дам. Давай. Зря ты ушел из такого классного места. Выкинуть не больше. Не! Мой хозяин мальчишка же еще. Прям как я. Все хочется поиметь. Мало ему меня и своих самопальных роботов. Он конючил, 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 конючил. Не спеши. Конючил, конючил. Руки перед едой сам мыл. И даже посуду после еды. Стоп, Никит, ты что не понимаешь? И что вообще это про еду, про эту мальчишку? Вот и работай. Ты делай все. Все же это. Все идет как идет. Мы все делали. Давай, давай, давай. Руки перед едой сам мыл. И даже посуду после еды. Не слабо, да? И пол подлетал. И в школе не выпендривался. Отлично. А теперь мне все-таки еще раз. Скажи, для фига он это все рассказывает. Во-первых, сначала остановить, потом, чтобы не выглядеть. Это все промежуточные задачи. Цель какая? Для чего ему... Так, это... Первый, да, у нас? Что было? Учительное другое объем. Почему же? Первое. Восстановить свое реноме разрушенное. Второе. Вернуть, чтобы не бросить. Нельзя бросать в беде. Нет. Кого? Ее. Значит, вот, все должны читать. И третье, я тебе говорил, да, это очень сильно размытое. Будет? Хорошо. Не будет? Посмотрим дальше. Понимаете? Сейчас вот эти две задачи. Так вот, для чего он рассказывает эту историю про мальчишку, который руки мыл? Ну, что от тебя вышло, ну, так и есть, не видишь. Так, и не просто вышло. Да тебя до проводов-то не допустит никто. Ты посмотри, сколько там всего. Еще есть свинка эта, и все это. Ты что? Куда ты собралась? Тут же не говоря о том, что этого делать нельзя, а плюс ко всему-то, сколько всего. Все должно быть, хороший мальчик, все нужно доводить, да, в своем понимании до простоты. Не такой простоты, что вот, как говорится, иная простота хуже выросла. А до такой простоты, когда одну четко выходит из другого, и по-другому быть не может. А это выводится только где? В фантазии, если ты четко это представишь себе, то ты точно все скажешь. Не надо размышлять. Понимаешь? Вот сейчас еще раз повторяю, погружаться надо. Из одного в другой, из третьего. И сразу у тебя все пойдет. Поехали. Еще раз. Не, мой хозяин, мальчишка же еще, прям как я, все ему хочется поиметь. Мало ему меня и своих самопальных роботов. Он конючил, 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 конючил. Руки перед едой сам мыл. И даже посуду после еды. И слабо, да? И пол подметал. И в школе не выпендривался. И на людях не курил. Короче, унижался как мог. И выпросил у родителей морского свина. И этот морской хавронь выжил меня из родного дома. Тебя, кошару, домашнюю... Что вы наделаете? Я должна его подержать. Ну? Тебя, кошару, домашнего тигра, этот трусливый грызун, он тупой и наглый. И я давно заметил, все тупые и наглые. Никита, точнее, что его напрягло? Что они опять... Что они сближаются. Так вот это и надо играть. Значит, тебе больше надо точно оценивать того и другого. Так, теперь... Он жалуется. Он ей описывает тяготы и жалуется. Значит, вот оно! Вот оно! Да? Но только никакой улыбки, естественно, нет. Потому что улыбка внутри, а снаружи... Все сурово, и я уходил только что. Поехали. Еще раз. Заканчиваем. Он тупой и наглый. Нет, нет, нет. А. И этот морской хавроль выжил меня из родного дома. Тебя, кошару, домашнего тигра. Смотри-ка, вот смотри, ну вот ноги-то сами просятся, стоишь как пришитая. Ну ноги же просятся. Вот смотри, ты раз дернулась, два дернулась и стоишь. Ну так иди! И ему кое-что делать. Золотые мои, еще раз повторяю. Вот. Фантазия. Фантазия, она все равно в голове. Да? Ну фантазию отпускайте. Просится ноги. Надо двигаться. Я остановлю. Лишнее я уберу. Я вот здесь стояду. Не держите себя, какой есть хороший режиссер, такой был Алексей Дмитриевич Дикимов, говорил, не наступайте на фалды собственной фантазии. А что фалды? Это у фрагов такие вот. Не надо на фалды наступать, потому что что будет? О, не надо наступать на собственные пиджаки. Давай. И этот морской хавроль выжил меня из родного дома. А почему хавроль-то? Хавронья – это женского рода, а хаврон – это мужского рода. Там хаврон написано. И этот морской хаврон выжил меня из родного дома. Тебя, кошару, домашнего тигра, этот трусливый крызунь. Так, Золотко, вот все классно. Только почему? Ты не в стылях, что ли, ходишь часто? Ну так вроде я тоже не замечал. Ты посмотри, вот сейчас вот, отойди чуть-чуть. Позвали, как ты шла. Поняла, да? Тебя, кошару, домашнего тигра. И у него сумма, 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 вставь. Понимаешь? Вообще, как бы это сказать вам? Чисто технически, пока рано ходить со словами. Не спешим. Ладно? Вот делай передвижение без слов. Легче будет. И тебе, и партнерам. Давай. Тебя. И этот морской хаврон выжил меня из родного дома. Тебя, кошару, домашнего тигра, этот трусливый крызун. Он тупой и наглый. Я давно заметил. Все тупые, наглые. Вот видите, ну что с этим ерунда получается? Да, вот это ерунда. Она же вроде должна была подойти и уже его куда-то увезти. Почему не подошла? Да, что он в котенок встал. А? Первый котенок встал. Он еще... Да елки-палки, тут можно было бы в Владивосток и обратно съездить. Почему не подошла? Я все-таки боялась. Делай это. Понимаешь? Золото моет. Понимаешь, о чем я говорю? Ты все правильно ведет. У тебя все правильно. Только вот смотри, если ты подходим, тебе, кошару... Почему она не приближается к моему страну? Как думаешь? Она ждет. Чего? К муцапу нашу. Ну нет. Понятно? Так вот, дожидайся. И отмечай. И этого, и этого. Держи. И свое не забывай, что... Тебя, кошару... Это же... Если это для него делается, значит, это все... Как? Как это будет, значит? Преувеличено. Он такой преувеличивает. Что такое преувеличивает? Лук. Ну не, лук, когда смотришь, маленькая штучка, получайте большая. Это и должно быть. Тебя, кошару домашнего тигра? Так, золотка, тебе эти слова как? Нет, не нравится. Они вообще-то, понимаешь, они тебя ввергают в несколько затруднительное положение рядом с ним, понимаешь? Делать это надо четко, все отрабатывать. Ну, какой я там тигр, ловушь. Ну, какие уж мы там тигры. Давай. Тебя, кошару... Тебя? Кошару? Домашнего? Тигра? Этот, трусливый? Иди, работа, работа. Рызун? Нет, пускай его. Он тупой и наглый. Я давно заметил. Вот сейчас, вот что такое тупой и наглый? Да ладно тебе, ну да что ты тут прямо это... Он тупой и наглый. Я давно заметил, все тупые наглые, а все наглые тупые. Так, стоп. Полин, если он влез, он тебе помешал? Да. Ну, так и надо это все, мы чтобы видели это. Он влез. Он не нужен. Чего ты лезешь? Чего ты лезешь? Понимаешь? Вот до того, как ты что-то скажешь. Когда ты скажешь уже... Между прочим, человек, когда рождается, он не сразу говорить умеет. Помнишь, да, об этом? И пока человечество развивалось, оно тоже с трудом язык осваивало. Значит, реагировало оно прежде всего на что? На поступки, на движения, на взгляды. Понятно? А слова, это уже оружие. Слова, вот когда, как это, цивилизация начала развиваться. Она в ответ на удар кулака последовало не удар, а ругательство. Вот тогда начала цивилизация развиваться, потому что язык начал участвовать в этом. Поехали. Он тупой и наглый. Я давно заметил. Все тупые наглые, а все наглые тупые. Вот! Клетку с этим морским свиньем, с свинь... С винтусом. Поставили самый теплый угол. Там, где труба отопления. Клетка большущая. И мне полюбилось на ней лежать. И дверцу никогда не закрывали. И как же это... Вот смотри, золотой мой. Вот он явно тебя отодвигает. Что делать? Надо нагнетать. Думаешь? Ну, нагнетай. Пробуй. Давай, давай еще раз. Посмотри, нагнетай. Он тупой и наглый. Я давно заметил. Все тупые наглые, а все наглые тупые. Вот! Олька. Почему? Нагнетай. Ну, так делай что-нибудь, делай. Чего ты стоишь-то? Нагнетай. А они будут уже это выкручиваться. Давай, поехали. Я давно заметил. Давай. Я давно заметил. Все тупые наглые, а все наглые тупые. Вот! Клетку с этим морским свитусом поставили в самый теплый угр. Там, где труба отопления. Клетка большущая. И мне полюбилось на ней лежать. А дверцу... Коль, ты грибы когда-нибудь собирала? Конечно. Отлично. Когда грибы собирают, ползают на коленках и загрязывают под каждую траву или как? Не обязательно. Ага. Ходят и сверху смотрят, правда? Да. К тому, как оно иногда виднее из деликата. Так что надо делать-то? К следующему шагу-то надо что делать иногда? Отойти. Отойти. Отойти и разбежаться, скажем так, образом, да? Так, ну-ну. Сейчас мы посмотрим. Вот эта фраза по поводу того, что жирбоких замашка, это вот как раз она отошла. Понимаешь? Это она его... Она на них, на двоих смотрит, потому что это уже данность. Он был один, теперь их опять двое. Понимаешь? И ей уже надо вклиниваться. Поехали. Он тупой и наглый. Он тупой и наглый. Я давно заметил. Все тупые наглые, а все наглые тупые. Вот! Крестку с этим морским свинтусом поставили в самый теплый угол. Там, где труба, отопление. Ой, тебе вот про этого свинтуса интересно, вот, мое вороне? Не понятно. Тебе интересно? А что ты тогда лезешь к ним? Уходи. Конечно, уходи. Ой, ех, дурак. Я ему про фолмон, не про ерема, опять про этого свинтуса. Что ты несешь? Я же тебе про другое, дурак. Понимаешь? Вот и нет, я не поняла. Что ты, вот, что ты... Я тебе про кайф, а ты мне про что? Ну, так уйди, уйди, отойди. Ну, иди, иди, иди все. Не-не-не-не. Давай. Он тупой и наглый. Я давно заметил. Все тупые наглые, а все наглые тупые. Вот! Клетку с этим морским свинтусом поставили в самый теплый угол. Там, где труба, отопление. Клетка большущая, и мне появилось на ней лежать. А дверцу никогда не закрывали. И как же это, твои лежебокие замашки, связанные с открытой дверцей? А лежу, это я вот так вот развалюсь на крыше. Хороший мой, вот получается разрыв непонятный совершенно. Вот только что, да? Ты же видел, что она отошла? Да. Это значит, что? Ну, что она так уходит. Что-то не то сделал, да? Уходит, не уходит, непонятно. Вдруг она вопрос тебе задала. Очень просто. Нельзя. Ты сейчас начал новую историю. А нужно продолжать старую, потому что еще ничего не закончил. Поехали. Давай, кольц твои. И как же это, твои лежебокие замашки, связанные с открытой дверцей? А лежу это я так... Очень можно это, вот значит. Нет, это значит... И как же это? Вот. Умница, просто умница. Давай. И как же это, твои лежебокие замашки, связанные с открытой дверцей? А лежу это я вот так вот развалюсь на крыше клетки? Да, мы матерые кошеры любим валяться. Папа, Никишка, Никишка, у меня только один вопрос. А чего ты так перед ней скачешь-то? Понял меня? Вот, вот наполнение твое. Чего ты перед ней скачешь? Ну, да, лежи, ну и что? Ты чего? Мужик. Еще раз, давай. И как это твои, давай? И как это, твои лежебокие замашки, связанные с открытой дверцей? А лежу это я вот так вот на крыше клетки? Да, мы матерые кошеры любим валяться на крышах. Во, ты рубишь фишку. Ага, и орете там, будто с вас живем сдирать шкуру. Не, я не орал. Я на спине вот так развалюсь, лапы в стороны, голова запрокинута, жмулюсь. Вот давай-ка, мол, уточним, что это такое. Посмотри, там, видишь, там автор специально растянул эти слова, записал так длинную, да? Можно, мол, жмулюсь? Он написал, жмулюсь. Расславу. Лошадь какая. Мы об этом еще не говорили. Вы напрягись. Что было перед этим? Вот все ее... А, вот кайф настоящий. Это именно, да. Вот это вот противопоставление очень четкое. Подожди, этот лезет, понимаешь, этот лезет. Рубит фишку. Ты рубишь фишку. Вот, вот сейчас, к самому главному подхожу. Давай. Еще раз. Ну и что, и мы лежим-то? Да, мы, мать теплые кошелы, любим валяться на крышах. Вот, ты рубишь фишку. Ага, и орете там, будто с ожием сдирать шкуру. Нет, я не орал. Я на спине вот так развалюсь. Лапы в стороны. Голова запрокинута. Жмулюсь. А хвост. Во, позвольте, какой у меня хвостяра. И он так вниз свисает и качает. А вот смотри, вот смотри. Если он это показывает, да. Она тут делала преувеличение. Наверное, и здесь пошло тоже самое. Логично? Да. И с хвостом еще. Тут можно целый танец устраивать. Свободно давай. Во, позвольте. Во, позвольте, какой у меня хвостяра. И он так вниз свисает и качается, качается. Туда, сюда. И че? И че? Поймал? Понял игру-то. И давай ее, ее накручивайте. Ее накручивайте. Чем вы дальше ее уведете, тем ей больше будет понятно, что делать. И че? И че? И я так могу. Любой кошку со своим хвостом так может. Да тут-то подомой морской свинелок. Он вылез из дверцы, встал на задние лапы. И давай теребить зубами мой хвост. Мацый ты, мацый. И как больно щиплется, зубы-то у него как бритва. Нет, но за такие понты я б его на месте пришибла. Полика. Точно? Ничего я вообще. Ничего. Что произошло? Правда, между ними этого не произошло. А вообще, что произошло? Это что они выпендриваются. И тут это было. И что? Я так могу, мы все можем. О, вот, случай. О. О. Давай. И че? Давай, Никит. И че? И я так могу. Любой кошку со своим хвостом так может. Точнее, Точнее, Никит. Вот, визуально, ну, доча. Видно должно быть, что ты, что мы вместе, понимаешь? Ну че ты? Ты нормальная, смотри. Да, мы сейчас ее, это, все будет в порядке. Давай. Прямо. И че? И я так могу. Любой кошку со своим хвостом так может. Да тут-то по домой морской свиненок. Он вылазил из дверцы. А смотри, вот, откуда, зачем, че, че? Сейчас, вот, только-только говорил. Кайф, 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 кайф. А че ты про облом вдруг рассказываешь с тобой? Отчим заканчивается кайф. Ну, можно и так, а все-таки еще точнее. Может, это... А? А че из-за нее? А че из-за нее? Тошка. Она одна, там. А че она одна? То есть, он же тоже с ней хочет? Ну, как бы... Ну, тогда его надо это подгонять. Или как? Вот, заметьте, потом первый замолкает надолго. Там 5 или 6 реплик, он молчит. А что, он говорит, ты перебивал, не мешал? А? Я говорю, ну, ты не перебивал, ты не мешал. Ну, 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 ну. Надо съемок забрать. Я так... Он ему сейчас выжил? Нет. Подожди ты. Понятно, вот, этот, руку положил на плечо, все. А ты понимал бы, че. Не морочь мне голову сейчас. И че, Никита? И че, и я так могу. Любую кошку со своим хвостом так может. Да тут-то подо мной морской свиненок. Он вылазил из дверцы, вставал на задние лапы. И давайте репить зубами мой хвост. Мацый, да мацый. И как больно щиплется, зубы-то у него как бритва. Нет, ну, за такие понты я пью его на месте пришибу. Кого? Эпилхарпова. Кого? Ты знаешь, о пуховом? Нет. А что это такое? Зачем ты это слово говорит тогда? Зачем она советует ему эту свинью пришибить на месте? Ну, чтобы потом пробраться в дом. А, вместо этой клетки жить, что ли? Вместо морской свинки? Думай, 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 думай. Думай, вот он чистый. Ее цель пробраться в дом. Все понятно. Вот для чего ей нужно советовать ему быть, так сказать, хозяином положения. Чтобы он ее пустил в дом. Она опять сейчас пытается. Что? Ну, вот с ним. Ну, плестит и задружить. Да. Точнее, ну-ка. Она ему истит. Пытает не ночь. Плестит или что? Рядом, рядом ходишь, Поля. Плестит или что? Ну, мальчики, 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 вы не расслабляетесь. Это вообще к лестнице имеет отношение? Оно имеет, но не совсем. Это вот немножко по-другому называется. Затубанивает вас, заигрываетесь. Ну, где-то все это рядом, все это рядом, но пока вы не попадаете в точечку. А дело-то идет к концу эпизода, поэтому мы можем точно все. Если она его, смотри, Поля, если она его обвиняет в том, вот этими словами, что он не умеет поставить себя на место. Даже вот с этим вот, черным, понимаешь? Да чего ты вообще стоишь? Она не унижает. А, с чего начиналось? С унижения. Уходю, это не унижение. Уходю, это завлекалочка, да? А в конце что? Унижение. Новое оружие, да? Так сколько у женщины оружия? Вот. Вот же маленькая тележка. Понятно? Это надо очень точно сделать. Ну, че ты, ну, ты, ты, вот ты это, вот он тебе мешает, ты его даже отогнать не можешь. Ты вообще, вообще, ты, куда тебя? Давай. Я вижу. Нет, ну за такие понты я б его на месте пришибла. А мне его жалко. Твой же, член семьи. Афик ли? Все равно надо долбануть. Я всех на стреме держу, чтобы все... Так, 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 нет, девонька моя. Так и держи на стреме, пошла. Я всех на стреме держу, чтобы все знали место на расстоянии безопасности. Иначе покой ни от кого не будет. А я вот что-то так не люблю. Короче, выжил тебя новый жилец из твоего гнезда. Стоп, 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 ты куда пошла? Ты никуда не уходишь. Победитель она. Хоть садись вот тут вот. Вот. И вот тут и объявляй. Короче, свободный опа. Давай. Еще раз. А я вот что-то так не люблю. А я вот что-то так не люблю. Это сопротивление должно быть. Яркое. Взрыв. Потому что только что он помнит. Ну, так она. Пух его. А что это ты? Резко, да? Иначе покоя ни от кого не будет. А я вот что-то так не люблю. Короче, выжил тебя новый жилец из твоего гнезда. Пум. И пауза. Да? Так, ну, видите, мы уже скажем спасибо. А я уже буду отвечать. Ваши вопросы есть, таковы имеются. Все. Дети, не бойтесь. Так. 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 Я готов. Сергей, можно вам просто придите. Ребята, к вам просто тоже. Я бы обмудилась, сейчас всех пригласил. Скажите, пожалуйста, я тоже вот, ну, правда, у меня школьный театр. Я не знаю, у вас что, школьный, у вас какой-то. А как думаете? Ну, это называется Центр образования. А, это то же самое. Милное изучение, да. Вот как удается добиться, я не знаю, как удается дается такого внимания актерам? Вот они слушают, пробуют. Моих вот хватает, ну, минут на пять, на семь, потом начинаются какие-то все отлипухи. Я вам должен маленький. Как это так? Я прям завидывался. Если вы своих привезли сюда, они, наверное, тоже будут более собраны. Мои-то? Это большая проблема не только вашего, любого коллектива. Ну, у вас получилось ее решить? Да, вообще обалдеть просто. У вас получилось ее решить? Фантастика какая-то. Сейчас вот они ведут, я вам попробую. А, вот это. Да, да, ребята, извините, без вас. Спасибо, молодцы. А можно немножко обратиться ко всем присутствующим? Спасибо.